Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Нужен человек опытный, в том числе с опытом парламентской деятельности. Выбор пал на Михаила Курашина, вице-спикера законодательного собрания Кировской области 5-го созыва. Михаил Вячеславович, добрый день. Добрый день, спасибо за это. Как настроение? Осеннее. Осеннее? Это больше печальное, умиротворенное, созерцательное? Обычно человек впадает в некое состояние задумчивости о том, что было, о том, как прошёл год. Поэтому я думаю, что как раз осмысление событий – это и есть осеннее настроение. Итак, уже известно, кто стал главой города нашего на ближайшие 5 лет. Я имею в виду сроки полномочий 6-го созыва Кировской городской думы. Уж не знаю, как эти 5 лет будут проходить. Может быть, что-то и произойдёт за это время. Но так или иначе, больше, чем уже полчаса назад состоялось голосование в Кировской городской думе. Сегодня первое пленарное заседание было. И с результатом в 27 голосов эти выборы, депутаты голосовали, эти выборы выиграла Елена Васильевна Ковалёва. Ещё можно было проголосовать за кандидатуру Владимира Журавлёва. Он набрал 8 голосов. Я напомню, что Ковалёва кандидат от «Единой России» на пост главы города. А Владимир Журавлёв кандидат от «Справедливой России». Иные партии, прошедшие в Гордому, они своих кандидатов не выдвигали. Ни ЛДПР, ни коммунисты, ни коммунисты России. Но я думаю, давайте короткую биографическую справку по Елене Васильевне. Напомним о свежемом памяти. Что же за персона? Елена Васильевна родилась в посёлке Свеча в декабре 1963 года. Окончила Кировский сельхозинститут по специальности экономика и организация сельского хозяйства. Работу начинала в налоговых органах нашего региона. В 2006 году возглавила департамент финансов Кировской области. Ну а в 2011 году указом губернатора была назначена на должность заместителя председателя правительства области, главы департамента финансов нашего региона. Ну и, как известно, в конце октября прошлого года Елена Васильевна была исключена из состава областного правительства, из поста зама, из поста руководителя Минфина. Ну, можно пораньше по-разному говорить. Сама ушла, не сама ушла. Но мы помним ту ситуацию. И вот Елена Васильевна, глава нашего города. Михаил Вячеславович. Не слишком кардинальные перемены. Уход из областного правительства. И тут первое лицо областного центра. Хочу сначала поздравить Елену Васильевну с избранием. Это, на самом деле, наверное, неожиданное было для многих. Да, там появление ее в качестве и кандидата в депутаты, и потом кандидата в главы города. И победа ее в качестве одномандатника. Хочется сказать, что на самом деле Елена Васильевна, на мой взгляд, один из таких крупных профессионалов, который на протяжении, ну вот как было в справке сказано, с 2006 года в работе областного правительства и показал достаточно компетентную, профессиональную, хорошую работу. Не случайно и не раз, и не два наш Минфин признавался одним из лучших в стране. Там Елена Васильевна была на хорошем счету. Это в рейтинге федерального министерства финансов. Да, да. Федеральный хорома власти. То, что в период, когда мы работали вместе, я могу сказать, что было всегда очень приятно работать с Еленой Васильевной, потому что это не просто человек, который сидит при рейтингах и, как обычно бывает, говорит сразу «нет». То есть это человек, который вникал в вопросы, пытался анализировать. Да, обсуждать. И самое-то главное, что человек был достаточно открыт с точки зрения того, чтобы принимать аргументы и, соответственно, принимать необходимые решения. Поэтому с точки зрения компетентности и профессионализма Елены Васильевны, тут, я думаю, вопросов ни у кого нет. И я более чем уверен, что людей, которые собирали бы на нее или говорили бы на нее какие-то негативные, их намного меньше, чем тех, кто будет говорить о ней как о профессионале. Появление ее в городе, ну, это, наверное, знак того, что все-таки период, когда там наша область раскидывается профессионалами, да, там должен закончиться. Об этом там мы много говорили и говорили там пять лет назад и говорили год назад о том, что там выключивание профессионалов из работы госорганов приводит к снижению эффективности и, собственно, неэффективности государственных органов. И там примеров приводилось много. И это те же даже решения, которые были приняты в прошлом году, когда большая часть правительства была там исключена из правительства и уволена с должностей. И там те зачистки, которые были проведены по министерствам и ведомствам нашего областного правительства, это там показатель того, что там, ну, в углового угла ставились политические задачи, а не задачи организационно-деятельности, да. То есть никто не думал о том, как, собственно, область нужно развивать. То, что Елена Васильевна появилась там, ну, опять же, там для ее уровня, я считаю, что это достаточно хорошее и правильное, действие, да, то есть оказаться во главе города Кирова. И очень надеюсь, что, собственно, знания не только финансов, но и там хозяйственных вопросов и социальных вопросов будет достаточно для того, чтобы быть эффективным управленцем. То есть, подводя некий итог, вышесказанному, вы считаете, что Елена Васильевна вполне компетентна, чтобы занимать данную должность? С точки зрения ее компетентности у меня-то сомнений нет, да. Елена Васильевна достаточно компетентна. Вопрос в том, насколько она будет, во-первых, самостоятельной, ресурсоспособной решать те задачи, которые стоят перед городом, да, потому что мы понимаем, что... Что вы имеете в виду? Самостоятельность главы города? Да, самостоятельность, опять же, определяется тем, кто в городе формирует решения, кто эти решения продвигает. И мы в очередной раз можем уйти в разговор относительно того, что хорошо или плохо та гегемония Единой России, которая установлена в городской думе. Потому что мы эти периоды проживали уже не раз, не два и не три. 23, напомню, место Единая Россия сейчас занимает. Да, прекрасно понимаем, что при таком подходе сложно рассчитывать на изменения в политике муниципалитета в отношении и городских проблем, и горожан. То есть мы представляем, как они относятся к мнению граждан, мы представляем о том, как они обсуждают вопросы, связанные с какими-то текущими проблемами. То есть мы примерно представляем и можем, наверное, порассуждать, я думаю, что таких людей немало, да, там, где чьи интересы будут встречаться и пересекаться. И именно отсюда я и употребляю термин самостоятельности. Что касается ресурсности Елены Васильевны, точнее, ресурсности должности главы города, то здесь, соответственно, тоже вопрос. Мы имели ситуацию, против которой, кстати, мы еще тогда выступали в законодательном собрании, когда у нас в городе было двоевластие, глава города и глава администрации. Но оно и сейчас есть. Когда, собственно, распределение ответственности, оно было достаточно слабым, и в результате много вопросов как раз зависало на уровне того, кто же все-таки должен был решать. И поэтому в свое время мы выступали против того, чтобы в Кирове сохранить вот это исключение и сохранить двоевластие. Опять же, мы понимаем, что сохранение этих должностей влечет за собой, опять же, разговор о том, кто реально будет владеть ресурсами и кто будет реально принимать решения. Будет ли это решение на уровне главы города или же это будет решение на уровне главы администрации? Ну, покажет время. Там опыт есть и тот, и тот, но там я считаю, что все-таки глава города это должен быть политическая должность, то есть его задача это в большей мере работа с органами власти более высокого уровня. А там непосредственно уже хозяйственное, хозяйством города должен управлять глава администрации. И на мой взгляд, вот то, как отработал этот период Александр Викторович Перескоков, да, там достаточно показательно, что в городе был хозяйственник, да. То есть и в первую очередь речь идет о том, как, в каких объемах были проведены там дорожные ремонты. Мы помним, как весной, наверное, не было и у вас ни одной передачи, где тему наших, состояние наших дорог там не поднимали. Регулярно, да. То есть, в принципе, за это время, и опять же, ну, побоюсь, ну, мне так кажется, что там, я лично не помню объема ремонтных дорог в таком объеме, как это было в этом году. Это же федеральные программы. Но их же тоже надо привлечь. Во-первых, их надо привлечь. Во-вторых, их нужно, скажем так, грамотно распределить. В-третьих, правильно освоить, да, там, и обеспечить контроль. И там, по всем этим позициям, на мой взгляд, администрация Перескокова отработала достаточно хорошо. И там, отдельно хочу поблагодарить Александра Викторовича за ремонт в своем дворе, который там требовали мы лет 10, и он, наконец-то, состоялся. Это вы со своей ситуацией говорите. Да, да. В доме, где вы живете. В доме, где я живу. Поэтому вопрос, какие ресурсы будут у Елены Васильевны, и насколько эти ресурсы будут серьезные для того, чтобы решать серьезные задачи, вот, там, этот вопрос тоже, соответственно, открытый. И будем ждать тогда назначения главой администрации, кто будет главой администрации, для того, чтобы понимать, каким образом будет выстраиваться система распределения функций и ответственности между ними. Ну, об этом мы чуть позже обязательно поговорим. Сейчас у нас небольшая пауза. Это особое мнение Михаила Курэшина. Напомню, вице-спикера Законодательного собрания нашего региона пятого созыва. Мы вернемся через полминуты. Особое мнение на 101FM. Кстати, хорошее замечание сейчас сделал Михаил Курэшин. Раз 27 голосов было сегодня на первом заседании Гордома за Елену Ковалеву. Кто-то ведь из-за оппозиции тоже проголосовал, да, потому что единороссов-то 23. Ну, я думаю, что на самом деле, опять же, Елена Васильевна знают многие. И даже, вот опять же, в период моей работы могу сказать, что там многие из оппозиции, в том числе, и общались с Еленой Васильевной, обсуждали вопросы и реально решали какие-то ситуации. А кандидатура Журавлева Владимира? Еще одного президента, одного из двух. Ковалева и Журавлева. Я, честно говоря, про Володю ничего плохого сказать не могу, да, там, это действительно активно. Не обязательно сразу плохой-то говорить, хвалить можете. Активный такой достаточно политик. И я считаю, что вот как раз ситуация противовеса, тем более, насколько я знаю, он рассматривается в качестве одного из замов, да, то есть... Нет, к сожалению, вот я смотрю, слежу за ситуацией по сайту bnkirov.ru, бизнес-новости, наши коллеги. Так вот, корреспондент, собственно, из Гордумы сообщает, что на пост заместителей председателя, на пост заместителей председателя Гордумы выдвинуты Николай Барсуков, коммунисты России, Александр Востриков, справедливая Россия, и Алексей Рябов. Ну, про Журавлева речь не идет. К сожалению, да, тогда, потому что, мне кажется, что вот, будучи в качестве заместителя, да, он мог бы быть хорошим таким подспорьем, противовесом для единой России, то есть, имея там публичность, имея доступность к информационным каналам, он мог бы это озвучить. То, что там он не стал, ну, не знаю, это, опять же, там достаточно закономерно. Единственное, что мне кажется, сейчас было бы, наверное, правильней попробовать и Ленина Васильевна, и оппозиционным партиям все-таки попытаться сформировать некую такую дискуссионно-переговорную площадку, да, то есть, то, что мы пытались сделать в законодательном собрании, у нас, может быть, она не получилась в достаточном мере, но в каком-то виде она работала, и мы действительно имели возможность, работать с большинством единой России, используя своих заместителей от оппозиции. Я прошу прощения, сейчас только заметил, буквально 10 минут назад, вот последнее сообщение из онлайн-трансляции «Бизнес-новостей», избранные уже заместители председателя Гордома, это Александр Востриков, уже упомянутый, «Справедливая Россия», и Алексей Рябов, «Единая Россия». Ну, что ж, можно поздравить теперь. Кстати, сегодня на первом заседании Гордома присутствовал губернатор Игорь Васильев, и СМИ писали, что специально под него депутаты подстраивались, изначально с 9 утра они должны были собраться, но в итоге с 11 это все началось для того, чтобы губернатор поприсутствовал. Он, кстати, тоже поздравил Елену Ковалеву, вручил ей цветы и обратился присутствующим с просьбой беречь нового главу города. Вот, кстати, в этом видите какой-то знак, то, что губернатор? Тут некоторые уже успели высказаться, что вот, особо пристальное внимание будет у главы региона сейчас. Нет, давайте так, присутствие первого лица региона на подобном мероприятии, то есть на назначение главы областного центра, это вполне нормальный, естественный процесс. Главного города региона? Да, то есть как областного центра, и поэтому там ничего в этом удивительного я не вижу, то, что нужно беречь, это тоже все достаточно очевидно. Мне бы не хотелось, на самом деле, чтобы мы сейчас ушли в то, что эта новость об избрании у нас стала топовой новостью нашего региона на протяжении последующих недель. То есть уже хотелось бы увидеть какие-то конкретные действия. А давайте вы сейчас конкретные действия, собственно, проговорите. Основные моменты, пункты сейчас, с чего сразу включиться в работу Елены Васильевны? Ну, я считаю, что сейчас как раз идет стадия обсуждения бюджета города, да, там, и, соответственно, мы там ждем, что опытный финансист там приложит все усилия для того, чтобы бюджет у нас был действительно там, ну, профицитный, это, конечно, мечта, но был достаточно приближен к реальности. И в эту реальность вошли, а, продолжение темы, связанной с благоустройством и ремонтами дорог, потому что, ну, во-первых, и в этом году не все успели сделать, во-вторых, и начато уже... Ну, пока окончательные сроки еще не подведены, но, видя, как работают, что-то создается впечатление, что... Значит, эта программа по благоустройству, что она так пристально к себе призывает внимание всех горожан, и поэтому многие дворы, я думаю, в том числе и ваш двор, в котором идет ремонт... Ремонтируется тоже, да. Хочется, чтобы этот ремонт был не просто завершен, а его хватило бы хотя бы лет на 10, как минимум. Вот, поэтому, это первый момент. Ну, второй момент этот, очень хочется надеяться, что городская власть изменит свою позицию в отношении малого и мелкого бизнеса, да, то есть мы помним все эти перипетии с ларьками, с мини-рынками, с... Ну, опять же, гонение, это, наверное, слишком резко сказано, но там с нежеланием видеть интересы малого бизнеса, да, там вот... Вот что-нибудь бы хотелось, чтобы... Ну, это, конечно, не весь малый бизнес, торговые точки... Малые и мелкие, да. Малые и мелкие, да. Чтобы все-таки изменился взгляд и появилась какая-то понятная, прозрачная концепция тому, как малый бизнес может быть, может развиваться и будет представлен в городе Киры. Потому что, еще раз, там, для нашего муниципалитета вопрос с наполнением бюджета, это все-таки не дотация, а именно развитие малого бизнеса. То есть мы этот потенциал используем крайне слабо. Третья тема, которую бы мне, честно говоря, хотелось бы, чтобы она получила продолжение, она была достаточно активна, наверное, лет 7-8 назад, потом она перешла в какое-то такое стоячее, смирительное положение. Это тема развития территориально-общественного управления. Мы помним и там организовывали, видели конкурсы, которые проводились среди ТОСов, связанных с распределением бюджетных средств на те же вопросы благоустройства, когда сами жители принимали участие в том, чтобы определять, что делать, как делать, и, соответственно, получали финансирование на то, чтобы это реализовать. При всем при этом, напомню, у нас у всех на памяти проект по поддержке местных инициатив, где были цифры, показывающие, что на 1 рубль бюджетных средств привлекалось, по-моему, по последним 7-8 рублей вне бюджета. — Спонсоры, сами жители и так далее. — У ТОСов эта цифра была всегда выше. То есть 10-15 рублей на рубль бюджетных средств — это, в принципе, была нормальная тема. И поэтому я считаю, что вот этот вопрос надо развивать. Ну, приятно, что, опять же, наверное, Елене Васильевне с этим нужно будет заканчивать и разгребать, но там вопросы благоустройства города рассматриваются и более широко. В частности, мне очень нравится та идея с велопарком, который реализуется на площади Конева, в Кочаровском парке, ее вот надо бы как-то это самое трешивать. Ну и, наверное, ключевая проблема — это вопросы, связанные с капитальными ремонтами и отоплением. То есть до сих пор я, честно говоря, вообще уже запутался в цифрах, когда докладывают, сколько домов там у нас подключено, сколько не подключено к отоплению. — В этом году, вы имеете в виду, нынешний отопительный сезон. — Судить по себе, мы отопление еще не видели, хотя, вроде как, по данным нашего ЖКО, оно у нас есть. — Есть график весь, тот же сайт «Горячая вода», там можно посмотреть. — Сейчас ситуацию резко исправили, потому что приехал КТК, и наш отремонтированный двор уже начинает расковыривать и проводить ремонтные работы. — Вот, извечная наша беда, одни сделали, другие ломали. — Поэтому у нас ни отопления, ни горячей воды нет, но посмотрим. По тем срокам, которые они определили, появится или нет. Поэтому вот это, наверное, накидывание первых тем, которые хотелось, чтобы попали в поле зрения. — Странно, что вы, Михаил Вячеславович, не упомянули те резонансы случаи, когда участок земли как-то вот так он переходит в чье-то владение, и там что-то начинает строиться. — Это вопрос, на самом деле, уже более такого второго, я бы обозначил, порядка. То есть это вопросы, которые не сейчас надо уже принимать решения, а надо законодательно разбираться и рассматривать вопросы о том, каким образом происходят эти процедуры. Потому что где-то есть законные решения, где-то есть незаконные. И я думаю, что если Елена Васильевна и новая команда города захочут навести этот порядок, то первое, что им, наверное, она встретиться с прокуратурой и выяснять те моменты, которые есть у них для того, чтобы, собственно, определить, чего на этом рынке происходит. Таких вопросов, опять же, там, второго и третьего уровня, их достаточно много. Потому что, опять же, там, в качестве еще одной темы, о которой нельзя забывать, это юбилей города, который там у нас тоже уже фактически не за горами. — Через 7 лет? — Да. — Через 8? — И как бы так. — 7? — 6, я бы уже говорил. — Которому тоже НАИА готовится. Это там не чемпионат мира по футболу, здесь основательный НАИА готовится. А для этого, опять же, там, ну, ждать только там федеральные или областные деньги неправильно. Нужно искать и в том числе внутренние ресурсы и развивать собственную там налогооблагаемую базу, то есть развивать собственный бюджет. Поэтому, как бы так, вот это там и задача второго порядка. Я думаю, что, опять же, там, это уже к разговору после принятия бюджета, как разговор о стратегиях развития города. — О долгосрочном планировании. Еще последний вопрос, наверное, по главе города. На сегодня последний вопрос я имею в виду. На прошлой неделе мы беседовали в том числе с нашими слушателями, а какие бы они наказы в том числе дали, да, главе города, что бы они хотели, на что первоочередное нужно внимание обратить. У нас был опрос. Там я, как автор опроса, пошел от обратного. Ну, смысл в том, чтобы чего бы не хотелось, как вот, ну, вот, по-человечески вел себя новый глава города. Там были такие варианты, чтобы не толкал ободряющие речи, вот, постоянно, на каждом шагу, там, вот, чтобы не перерезал ленточки, чтобы не был казноязычным, чтобы не... — Не перерезал ленточки в прямом смысле или в косвенном? — Ну, на открытии чего-нибудь. — Ну, имеется в виду, чтобы только этим занимался? — Да, 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 только этим занимался. Еще были варианты, чтобы не выпячивал постоянно свою партийную принадлежность. Там говорил, что «нушу партию, там, сома, все мы сделаем» и так далее. Вот с такой чисто визуальной, возможно, точки зрения, чего бы вам не хотелось? — Ну, честно могу сказать, если Елена Васильевна не поменялась, то первые две позиции, связанные с пламенными речами и перерезанием ленточки, это точно не ее. — Не ее. — То, что касается выпячивания партийной принадлежности, ну, мне кажется, опять же, здесь не столько, может быть, она сама будет решать, где нужно заявлять о партии, а где не нужно. То есть, являясь там членом партии, она будет выполнять там те решения, которые принимает там ее руководство, этой партии. Но очень надеюсь, что таких там примеров будет минимально. Вот. Чего бы не хотелось, не хотелось бы, чтобы Елена Васильевна считала, что в городе все хорошо. То есть... — Там был, кстати, такой вариант в опросе, но он звучал примерно так. Быть невозмутимым при существовании и обсуждении острых проблем. Вот как-то вот такой вариант. — Ну, скажем так, невозмутимый или с холодной головой? Это тоже разные вещи. — Понимаю, да, есть оттенки разные. — Невозмутимым, это иногда ведь можно провести аналогию с тем, что человеку все равно. А с холодной головой — это вот то, как, собственно, Елена Васильевна работала в Минфине. То есть, да, участвовать, да, выслушивать аргументы, но решение принимать не эмоциями, да, там, и решение принимать не там политическими моментами, а решение принимать именно задачами развития, задачами тех ресурсов, которые есть. Вот это хотелось бы, да, там, увидеть. — Прекрасный пол на это, в принципе, способен? — А? — Прекрасный пол, в принципе, на это способен? Отбросить эмоции, так вот с холодной головой, подойти к делу? — Елена Васильевна... — Ну, знаете, как эти все моменты в интернете? Ну, я же девочку, ой, и все. — Десять лет находилась под прессом мужчин различного уровня, начиная там от депутатов и заканчивая там губернаторами, когда там давили, требовали там денег и так далее, я думаю, что у нее сложился не то, что иммунитет, да, там, а вполне осознанная и понятная для нее линия поведения в этой ситуации. — Снижен болевой порог к этим воздействиям, да, такой? — Да, да. Вот, а то, что она там, ну, девочка, представитель женского пола, да, там... — Кстати, симпатичная женщина. — Да. — Мы получаем достаточно красивое лицо в нашем городе. Да, то есть я считаю, что там не грех этим нам гордиться и везде об этом рассказывать. — Михаил Курашин, вице-спикер Зак Собрания Кировской области. Пятого созыва у нас подошло время рекламы, мы скоро продолжим. Особое мнение на 101FM. Продолжается программа «Особое мнение». Михаил Курашин, вице-спикер Зак Собрания Кировской области, свое особое мнение сегодня высказывает. Не так много времени остается. Давайте немножко хотя бы поговорим про главу администрации. — Про остальную жизнь. — Про остальную жизнь, да, хватит. Сказали, да, тем более, что не хотелось бы, чтобы это на ближайшие недели стала самой обсуждаемой темой новой главы города. Глава администрации. Скоро он станет известен. Новый глава администрации. Ваши прогнозы хотелось бы услышать. Ну и, как известно, уже губернатор предложил свою половину комиссии, которая будет выбирать главу администрации. В комиссию вошли Кочетков, Курдюмов, Гозман, гендиректор компании «Новая Вятка» Андрей Перескоков. Родственник? — Нет. — Нет. — Руководитель Сельмаша Александр Чурин. Ну, как известно, еще Гордум он будет свою половину формировать, и затем уже будет голосование. Итак, прогнозы. — Ну, прогнозы — вещь вообще неблагодарная. — Ну, понимаю, но... — И кандидатуры, наверное, да, гадать, кто там смог бы, не смог бы. Ну, все-таки несколько хотя бы соображений. — Я бы, честно говоря, хотел бы, да, там, понимая, что это маловероятно, но хотел бы, чтобы все-таки был Александр Викторович Перескок. — Остался. — Да, потому что помимо там всех достоинств, о которых, в принципе, мы говорили в начале, есть еще одно достоинство. Потому что он с Еленой Васильевной проработал вот эти 10 лет. Рука об руку, да. То есть они одни из старожил были в предыдущем составе, да, правительства, и они пока там умеют общаться с друг другом, они понимают друг друга, они там могут действительно быть эффективными, эффективной командой, эффективной парой. Поэтому вот, на мой взгляд, вот это был бы идеальный вариант. Но там, не знаю, останется ли, останется Александр Викторович. — А если вспоминать о том, что незаменимых людей не бывает? — Незаменимых не бывает, когда есть длинная скамейка запасных профессионалов. — К сожалению, я ее не вижу и не понимаю. Мы видели высокую ротацию, предположим, на уровне заместителей, главы администрации города в прошлые годы, когда менялись они достаточно активно. Часто, наверное, практически все поменялись. А это говорит о том, что, ну, как бы так, значит, не хватает вот этого государственного профессионализма. То есть профессионализма в государственном управлении. И люди, соответственно, приходя, через некоторое время понимают, что это не их, и там, они уходят. Поэтому, как бы так, я не скажу, что есть такая скамейка. Оказаться может, на самом деле, там, кто угодно. Да, то есть это может быть, там, человек, который, там, поставлен элитами или поставлен единой Россией с точки зрения принципов лояльности. Да, то есть вот он был, там, послушный и, собственно, там, выполнял то, что ему говорят. Там, а это мы тоже проходили. И там ни к чему хорошему такие вещи не приводят, кроме того, что, там, ком проблем увеличивается, оппозиция просто, там, бесится в отношении того, что, там, их полностью игнорируют, несмотря на то, что они представлены в городской думе, да, там. И, как бы так, скандал за скандалом. Я там, я считаю, что в Кировской области количества скандалов хватает без этого. И, там, уже, как бы так, настолько тяжело смотреть на новости, которые поступают из Кирова, что просто уже, там, я не знаю, честно говоря. То есть мне, там, много сейчас приходится ездить по стране. И, как бы так, я могу сказать, что во многих регионах, там, несмотря на то, что есть скандалы, есть проблемы, да, там, находятся и немало позитивных тем. Там, ну, вот тот же пример Дальнего Востока, где, там, опять же, можно сказать, да, это же федеральные тренды, там, Дальневосточный гектар, там, свободный порт, территория опережающего развития. Но это не просто, там, темы, спущенные сверху. Это темы, которые работают внутри. И когда, там, средства массовой информации показывают успешные опыты, да, там, людей, получивших гектары, начинающих осваивать, там, бизнес, который заходит на, там, территорию опережающего развития. Это то, что формирует лицо, там, территории. В Кировской области, ну, там, последний пример, за, там, не было у меня две недели, и, там, две недели не мог выйти в интернет для того, чтобы посмотреть новости. Выхожу, собственно, кроме ДТП и, там, пожаров, собственно, одна только была тема, что прошли выборы губернатора. Ну, вот, все. Права, видимо, матушка-то Игоря Васильева. Он, ведь, заявлял об этом в интернете, что она читает новости. И, вот, с плохими эмоциями это все воспринимает, что у вас, там, в Кировской области происходит одни. Да. Какие-то происшествия, несчастья и так далее. Нужно понимать, что это не должны быть искусственные позитивные новости, да, там, и когда, предположим, нам, там, говорят о том, что, там, есть интересные темы, там, по развитию, там, цирка или, там, по восстановлению судоходства на Вятке, ну, окей, если это, там, наши, там, тренды, которые мы собираемся развивать, давайте мы будем формировать позитивные новости на этом. Но не просто на том, что мы хотим это сделать, а конкретные действия, конкретные решения. У нас по проекту, там, Космического центра новости появляются раз в полгода, когда нам кто-то в очередной раз в Федерации пообещает денег. И все, то есть... Кстати, скоро должны открыть, в ноябре. Кто об этом знает. Какие новости с этим связаны, да, там... Кроме журналистов, имеете в виду, кто об этом знает. Ну, и, там, людей, близких к данной теме. Вот, поэтому, там, если, там, человеком, главой администрации, там, окажется человек по принципу лояльности, мы не изменим лицо, да, там, я боюсь, что Елена Васильевна не изменит лицо нашего города в паблике, да, то есть мы будем оставаться территорией, в которой скандалы, ДТП, происшествия, там, и так далее, и тому подобное. Простите, Михаил Владимирович, я все-таки шаг два, шаг назад сделаю. Кировской городской думе, я просто банально забыл, и ваш комментарий, поинтересоваться и насчет этой персоны. Переход Валерия Васильевича Крепостнова из УЗС в городскую думу. Ну, там разные прогнозы были. Уж не иметь ли на пост главы города, а может быть, замом будет, ну, и в итоге он не зам, а рядовой депутат, некоторые сми сообщали, что отказался занимать какую-то должность в виду состояния здоровья, ну, так или иначе, Крепостнов в Гордуме. Ну, я думаю, что Валерий Васильевич, как человек, представляющий одну из крупнейших элит в нашей регионе, и обладающих, там, сферами влияния и в области, и в Гордуме, там, ну, может свободно ходить туда-обратно, и, как бы так, придавать этому особое значение не стоит. Он там ненадолго, возможно? Ну, я могу предположить, что действительно, может быть, там, какие-то личные причины или состояние здоровья заставили его, там, сделать подобный шаг, там, ну, для того, чтобы, там, может быть, чуть-чуть более спокойно жить на уровне муниципалитета, и поэтому, но при всем при этом, своего влияния и своего авторитета, там, на всю власть в Кировской области, это он не потерял. Поэтому, там, может ли он оказаться на должности, там, главы администрации города? Ну, ну, вряд ли, да, потому что, как, там, для него, и, там, для того, чем он занимается, это будет некое, во-первых, там, понижение, во-вторых, дополнительная нагрузка, которая, там, ну, вряд ли для него, она достаточно интересна. Может ли он оказаться, предположим, где-то рядом с Еленой Васильевной, в качестве, предположим, ну, не знаю, там, первого зама ввести такую должность, да, там, может оказаться, да, там, такой своеобразный советник, консультант, человек опытный, ну, там, надо ли это ему? Не знаю, думаю, что не особо надо. То есть, с учетом того, что, еще раз повторю, там, и в областной думе, и в городской думе его интересы представляет, там, немало количество депутатов, там, я считаю, что, там, ему достаточно комфортно будет в любом состоянии, даже если он, в принципе, уйдет из представительных органов и останется просто, вот, там, бизнесменом, меценатом, как он позиционирует себя в последние годы. Ну, фракция-то Единая Россия, на кого, на мой взгляд, будет сейчас равняться? Равняться или прислушиваться? Внутри себя. Ну, прислушиваться, мягко говоря. Я думаю, что она будет продолжать прислушиваться именно к Валерию Васильевичу. К Крепостному. Да. Остается у нас две минуты. Ну, тут тема, конечно, обширная. Давайте хотя бы несколько каких-то, да, основных опорных моментов вы озвучите. Я имею в виду и формирование команды областного правительства. Завтра состоится заседание в СЗС. А сегодня там прошли или проходят комитеты, где рассматриваются кандидатуры. Ну, известно, ну, примерно половина будет новичков в правительстве. Из прежней команды остаются Кочетков, Курдюмов, Котличков и Илья Шульгин. Вот можете быстрый комментарий дать по поводу этих персон. Они остаются? Ну, можно поздравить, что они остаются. Ради бога, да. По крайней мере, там, за тот год, который они здесь были, они были достаточно видны. В отличие от тех, кто там не попадает, Бекетов, Мищенко, да, то есть те, которые... Куземская. Ну, Куземская тоже относительно была публично, но она там меньше остальных-то была в правительстве, да? По времени. Да. Это самое позднее назначение было. Поэтому, как бы так, попали те, кто достаточно там был уже заметен, и если они там смогут дальше перейти из состояния предвыборной подготовки уже к непосредственно текущему управлению регионом, будет хорошо. Новые люди. Андрей Плитко, Алексей Коробов. Там уже наши коммунисты такой бузу уже подняли. Достаточно зайти на сайт оригинального отделения КПРФ. Там компромат уже собран. Ну, опять же, люди новые, я их лично не знаю. Росреестр, опять-таки, упоминается. Даже если там покопаться в их биографии, я думаю, мы не получим ответ на вопрос, смогут ли они работать в тех сферах, которые будут закреплены и в которых будут ответственны. То есть дай бог, чтобы смогли. Хотя там, ну, мы понимаем, что, опять же, вопрос в том, что там следующим уровнем будут и ротации в министерствах, в ведомствах, а это уже там, опять же, вопрос от тех, кто останется и о наличии профессионалов в этих структурах. Ну, пока, наверное, трудно судить, насколько можно доверять или не доверять новой команде. Ну, вот по принципу города, да, я вас спрашивал, основные моменты, на что сейчас сосредоточиться в областном центре и в области сейчас. На чем новой команде сосредоточиваться? Бюджет? Бюджет тоже самое. А здесь ничего не поменялось, да. То есть это, а, налогооблагаемая база, б, снижение госдолга и снижение нагрузки, в привлечении инвестиций, потому что, как бы так, мы не слышим вообще никаких инвестиционных, экономических планов, да, то есть мы, собственно, куда собираемся это идти, да, то есть там, мы не можем и никогда не избавимся от госдолга, там, если не будем, не появится своя экономика. Соответственно, там первый очередной вопрос о том, куда мы будем двигаться. Ну, и одна тема, опять же, она там не профессионально интересная, и как бы так мы задавали ее тогда еще в Рио губернатора, это вопросы связанные с поддержкой некоммерческого сектора и гражданской активности в регионе. То есть там были сформулированы предложения, выборы прошли. Когда договорились встречаться, там в мае было, да, в библиотеке имени Герцена, крупное собрание, вот, и как бы так, с тех пор не встречались ничего. Хотелось бы, чтобы вот все предложения начинали как-то воплощаться. Увы, больше не можем продолжать нашу беседу, у нас тоже такой временной регламент. Далее новости, благодарю гостя, Михаил Курашин, вице-спикер законодательного собрания Кировской области, пятого созыва, поживем-увидим. Поживем-увидим, спасибо. Встретимся, обсудим еще. Да, до свидания. Особое мнение на 101FM